Пластик дороже золота. Банковские карты уже заняли прочное место в нашей жизни. На сегодняшний день в области выпущено около трех миллионов карт. Магазины, кафе, безналичный расчет предлагают все больше заведений. В Европе считывающие устройства устанавливают даже в храмах. Несмотря на популярность, правила безопасного использования карт знают не все. Как избежать неприятных ситуаций, мы поговорим с Ксенией Перекосовой и экспертом студии на Московской, начальником отдела Главного управления Банка России по Саратовской области Владимиром Гожанским. Банальная ситуация, банкомат не отдает вашу карту. Владимир Викторович, что делать? Для начала вам нужно попробовать нажать клавиши отмены операции, сброс или возврат карты, да, если такая клавиша на банкомате есть, она обязательно там есть. И постараться, то есть в большинстве случаев, в этом случае банкомат карту возвращает. Если банкомат не реагирует на ваши действия, и тогда уже нужно будет обращаться в банк, выпустивший вашу карту, с просьбой заблокировать карту, которая была изъята банкоматом. Затем вы по номеру телефона, указанному на банкомате или рядом с банкоматом, обращаетесь в банк, владелец банкомата, и спрашиваете, где, по какому адресу, и когда вы сможете получить вашу карту обратно. Вот, кстати, очень важный момент дождаться первоначальной заставки, потому что через некоторое время система может перезагрузиться и вернуть вашу карту. Соответственно, если вы уйдете, ей может воспользоваться кто-то другой. Но если на экране уже появилась, вставьте вашу карту, то без помощи специалистов вы ее уже не получите. Понятно. А если у карты истек срок действия, а на ней оставались средства, как их получить? Эта карта является только лишь вашим средством доступа к счету, а деньги у вас лежат непосредственно на счете в банке. Вам необходимо обратиться в банк в обычном порядке с документами, естественно, или осуществить перевыпуск этой карты, то есть замену карты на новую, на которой будет указан на лицевой стороне новый срок действия, или продлить срок действия вашей карты. Хорошо. А если карта мне больше не нужна, средств на ней нет, и продлевать я ее не собираюсь, можно ее просто выбросить? Нет, категорически не надо ее просто выбрасывать, потому что необходимо обратиться в банк, который вам ее выдал, и уточнить наличие претензий к вашему счету. К вашему счету могут быть какие-то претензии, о которых вы, может быть, забыли или, может быть, не знали. Такие случаи, к сожалению, бывают, и потом, соответственно, банк вынужден взыскивать эти претензии. Также стоит поступать и с подаренной вам картой. Банки такое практикуют, к примеру, могут вручить при оформлении какого-то сервиса или прислать по почте. Вот за границей в таких случаях принято презент разрезать и отправлять обратным письмом. Поэтому ознакомьтесь с условиями. Если вам карта не нужна, лучше все же лично вернуть ее в банк во избежание финансовых расходов. Спасибо. В студии у нас были начальник отдела главного управления Банка России по Саратовской области Владимир Гожанский и корреспондент Ксения Перекосова. Мы говорили о том, как грамотно пользоваться пластиковыми картами. Продолжение следует...